Сочи выбрал своих депутатов. Явка по городу составила более 48 процентов, но не обошлось без провокаций. Поддержал Мундиаль, получи фото. В Сочи торжественно открыли часы обратного отчета Чемпионата мира по футболу. Театр жестов и говорящие сами за себя картины. В Сочи отметили 90-летие Всероссийского общества глухих. Мацестинский чай признан лучшим в мире. Гран-при конкурса – лучший продукт года тому подтверждение. Итоги единого дня голосования подводят в Крайсберкоме. Явка составила 51 процент. Об итогах голосования сегодня говорили в Краевой администрации. Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей края за активное участие в выборах и отметил, что все не сделали большое дело для региона и страны. Спасибо всем вам. Всем, кто от маленького поселка до Краевого центра. Всем, кто принял участие в организации выборов в Государственную думу 2016 года. Все, кто пришли голосовать, это более 51 процента населения края, пришли по зову сердца, по личному убеждению выполнить свой гражданский долг. Потому что им не безразлично, на какой Кубани они будут жить. Не безразлично, в какой России они будут жить. Не безразлично, какие законы будут приниматься. Это активные люди. Коллеги, нам всем очень повезло, что у нас на Кубани такие жители. В минувшее воскресенье определился новый состав Государственной думы муниципальных и законодательных собраний. По партийным спискам на Кубани лидирует Единая Россия. За нее проголосовало почти 60 процентов избирателей. На втором месте ЛДПР. За нее поставили галочки более 13 процентов. Коммунисты набрали 12,64 процента. Вырисовывается картина по кандидатам, которые шли по одномандатным округам. Так Краснодаре лидирует Владимир Явланов. За нее проголосовало 50 процентов избирателей. В целом, как отметили в крае сберкоме, выборы на Кубани прошли без нарушений. В Сочи выборы тоже проходили достаточно спокойно. В изберком было подано чуть более 20 жалоб. Но они тут же были рассмотрены за исключением одной. Было нарушение одно единственное зафиксировано нашей комиссией. Это от имени кандидата в депутаты Затулина Константина Федоровича производилась массовая рассылка СМС-оповещения с призывом в день голосования, с призывом идти голосовать за него. Кандидат отказывается, конечно, он написал заявление по этому поводу. Соответственно, полиция будет разбираться, номер известен, будут принимать меры. Избиратели из числа отдыхающих не позаботились. Заранее приехали на курорт без открепительных удостоверений. Но по решению суда им была предоставлена такая возможность проголосовать на отдыхе. В целом, явка в курортном Сочи составила 48,32%. Лидирует Единая Россия. У нее 64,24%. На втором месте ЛДПР – 12,98%. За ними КПРФ – 11,40%. И замыкает четверку «Справедливая Россия» – 2,53%. Среди кандидатов по одномандатному избирательному округу лидирует Константин Затулин. За него проголосовало 137 100 избирателей. За Игоря Васильева – 27 065 человек. На третьем месте Сергей Бадюк. Ему отдали свои голоса 8 834 избирателя. А за Дмитрия Новикова – 7 985 человек. Кроме того, в Олимпийском округе Сочи выбирали депутата ЗСК. Им стал Виталий Игнатенко, набрав 50,69%. Это 16 378 человек. Наиболее активным на вчерашних выборах признан Лазаревский район. Вторым стал Хостинский, замыкают тройку Адлерский. Елена Всецина, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. В целом по Краснодарскому краю прошло более 70 кампаний по выборам. Глав городских и сельских поселений свой выбор сделал и губернатор края. На избирательный участок Вениамин Кондратьев приехал вместе с супругой. Около полудня голосовал глава региона по месту жительства. В станице Динской, в одном из детских садов. Вениамин Кондратьев уверен, будущее страны зависит от каждого голоса. Голос каждого, многое значит. Каждого жителя нашей Кубани. Многое значит для нашего края и для нашей страны. Если мы потом хотим себя не упрекать в том, что в нашей жизни что-то не меняется, или что-то меняется, но не в лучшую сторону, то в этом случае в первую очередь должны себя упрекать те, кто не пришел на избирательный участок сегодня и не захотели в своей жизни что-то менять или сохранить ту стабильность, которая есть сегодня и в обществе, и в семьях. Край надеется на то, чтобы законы были взвешенными и способствовали стабильности. На этот избирательный участок в Динской люди приходили с самого утра. Только за первые часы работы было зарегистрировано более 200 человек. Сочинцы с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, будущие мамы, долгожители. 18 сентября в единый день голосования правом своего голоса воспользовались все категории граждан. Выездные комиссии посетили горожан и на дому, и даже в роддоме. Более тысячи наблюдателей следили за ходом выборов в Сочи на 220 избирательных участках. По традиции одним из первых на участке в органном зале голосует мэр города вместе с супругой. Сегодня и хорошая погода, и самое главное, у людей хорошее настроение. Действительно праздничное. Я уверен в том, что люди делают очень правильный выбор. Выбор, который придаст нашей стране еще больше стабильности, придаст еще больше уверенности. И, конечно, наша страна будет продвигаться по пути увеличения благосостояния нашего народа, улучшения жизни наших людей, как, в принципе, оно и происходило до этого. Не отсиживались в предвыборных штабах единый день голосования и сами кандидаты в депутаты Государственной Думы седьмого созыва. Мы выбираем Государственную Думу сроком на пять лет. Это, в общем, приличный срок для того, чтобы сделать что-то хорошее для страны. И, конечно же, я благодарен всем, кто пришел сегодня на выборы. Это их право сделать сегодня правильный выбор, потому что городу, конечно, необходим свой представитель Государственной Думы. В этом году, отмечают члены избирательных комиссий, на участках наблюдалось большое количество сочинцев с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них отказались от услуг выездных комиссий. Хорошо, что у нас есть избирательные участки, на которых могут инвалиды на колясках подъехать и проголосовать, то есть проявить свой гражданский долг. Это радует, что не только жители города, но уже и отдыхающие видят это, что город изменился и продолжает изменяться в лучшую сторону. Я имею в виду в смысле доступности. Безбарьерная всегда работа. А вот Елизавета Федоровна Семенова проголосовала дома. 102-летняя сочинка не пропускает ни одни выборы, рассказывают родственники-долгожительницы. Она постоянно, постоянно, только дома голосует. По телевизору смотрит, естественно, но интересуется. Естественно, она хочет узнать, что лучше в стране. Будущее своих детей еще до их рождения выбирали и полсотни женщин. Голосование в перинатальном центре – это обычная практика для избирательной комиссии Сочи. Выписать меня до выборов не выписали. Здесь нас пригласили в конференц-зал. Сейчас мы подошли, будем выполнять свой гражданский долг. Раз это в четыре года происходит событие, надо как-то участвовать в судьбе родной страны. Которые находятся в данном моменте в учреждении, на сегодняшний момент голосуют. Уже на сегодня на этот момент проголосовало 50%, где-то 26 человек. И в ближайшее время в течение получаса проголосуют все остальные. У всех было желание, никто не отказывался. А в этом году все очень позитивно и хорошо. В 61-м избирательном участке, что в Адлерском районе, ко всему прочему прошли еще и дополнительные выборы депутата законодательного собрания края по Олимпийскому округу. Напомню, в ЗСК 5-го созыва на освободившееся одно место баллотировались пять кандидатов. Да, действительно, избирательная компания отличается, потому что в Адлерском районе идут до выборы в законодательное собрание края. Поэтому бюллетеней у нас три и открепительных удостоверений было два. Поэтому нам немножко сложнее работать, но мы справимся с задачей. Всех кандидатов мы изучили. Мы очень много встречали с ними. Было много встреч с кандидатами в депутаты законодательного собрания. Кто заинтересован, все россияне, конечно, могут свободно определиться в своем выборе за любого кандидата. То ли по федерации, то ли за местных, то ли по краю. Так что у всех есть выбор. А кто же наши проблемы будет решать, если не наши депутаты? Только на них вся надежда. Выборы есть, конечно, у всех разные, но я, по сути, выбрал за единую Россию. Я всегда голосую за единую Россию. И всем говорю, что голосовать за единую Россию, потому что мы живем в России. И мы знаем этих людей. На десяти избирательных участках Сочи бюллетени обрабатывал специальный автоматический комплекс, или, как его еще называют, электронная урна. К примеру, на участке восьмой гимназии подсчет голосов производился именно с помощью каибов, которые сканируют и распознают бумажные бюллетени. Работу участковой избирательной комиссии завершили на рассвете. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». За активное участие в голосовании кубанцев поблагодарил Вениамин Кондратьев. В своем микроблоге «Твиттер» глава региона написал, что Кубань проявила себя ответственно. Явка голосующих выше средней по стране. Спасибо, что пришли на выборы. Отдельно благодарю тех, кто обеспечивал избирательный процесс в Новороссийске, Анапе и Крымске. Вчерашняя погода принесла немало проблем. И что самое важное, выборный день прошел легитимно. Жалоб почти нет. Это уровень. Наш край в доме будет сильным. И к другим новостям. В субботу в Сочи торжественно открыли часы обратного отчета Чемпионата мира по футболу 2018. Они установлены напротив здания морского порта, там, где раньше стоял олимпийский хронограф. Кроме цифровых часов с календарем и циферблатом в виде судейской таблички, новая достопримечательность оснащена Wi-Fi роутером и встроенной камерой, которыми может воспользоваться каждый. Оригинальную фотографию с символикой Чемпионата мира можно отправить себе по электронной почте. При этом все снимки будут складываться в единую заставку на интерактивном экране. Все это время мы будем готовиться к этому важному событию. Говоря об инфраструктуре города, мы говорим о том, что она готова. Говоря о гостеприимстве наших жителей, мы говорим, что мы готовы. У нас есть очень хороший опыт проведения Олимпийских игр. Также торжественный старт хронограф удала олимпийская чемпионка Рио Елена Веснина, которая стала послом футбольного чемпионата мира 2018 от Сочи. И напомню, что перед Мундиалем уже в следующем году на курорте пройдет Кубок конфедераций по футболу, который станет генеральной репетицией перед Мундиалем. Автопарк «Скорая помощь» на Кубани пополнился. Ключи от новых машин врачам и фельдшерам вручил Вениамин Кондратьев. 46 автомобилей доставили в регион по распоряжению правительства России. Выезжать к больным и пострадавшим бригады медиков на новых каретах. «Скорая помощь» будут во всех районах края. На службу машины поступили в каждый муниципалитет. После торжественной церемонии глава региона осмотрел новые автомобили и пообщался с фельдшерами. Именно они сегодня на передовой, отметил Вениамин Кондратьев. Работа на «Скорой» самая тяжелая, но от нее зависит будущее каждого пациента. Своему заместителю Анне Меньковой губернатор поручил разработать программу поддержки медиков неотложной помощи. «Они в этих каретах, они на самом рубеже, они на передовой. Ведь первый крик о помощи встречают они. Они встречают гнев, а слова благодарности до них не доходят. Потому что это уже получают в опах, в больницах, там где помощь оказали. Поэтому здесь надо понимать, кто о них-то позаботится. О тех, кто в окопах, на передовой, они у нас. Вот те кареты скорой помощи и те, кто в каретах, они на передовой. Давайте продумаем программу для экипажей скорой помощи». Разъедутся во все районы Кубани еще 80 автомобилей скорой помощи. Их уже приобрели за счет краевого бюджета. Всего же сегодня в службе скорой помощи работают более полутысячи бригад. Ежегодно они выезжают почти на 2 миллиона вызовов. Конец минувшей недели в Дагомысе стал аварийно опасным. Сразу два ДТП произошли там в пятницу. На съемке камеры видеонаблюдения заметно, как белая легковушка в районе автозаправки резко пересекает двойную сплошную и пытается развернуться. Однако сталкивается с другим автомобилем и по инерции снова вылетает на свою полосу. Там неминуемо врезается в бортовую газель. От удара последняя перевернулась. О пострадавших ничего неизвестно. Как и причинах, побудивших виновника ДТП решиться на такой опасный маневр. А уже вечером буквально в сотни метров от первого места ДТП на перекрестке Батумского шоссе Ярмавирская водитель «Желтого ваза», выезжая на главную дорогу, не заметил машину, едущую со стороны центра Сочи. Первую помощь пострадавшим оказали водители припаркованных рядом автомобилей. Урок безопасности для сочинских школьников прошел на станции Дагомыск. В всероссийской акции подключились транспортные полицейские и железнодорожники курорта. Зал ожидания и перрон небольшой станции превратились в учебный класс для ребят близлежащих школ. Полицейские и железнодорожники показали им фильм о том, как надо вести себя на железной дороге, чтобы не стать причиной аварии, чем грозит подкладывание предметов под колеса и битье стекол в вагонах. Обратили внимание и на безопасный маршрут, по которому стоит идти от школы до дома, если путь пролегает через железную дорогу. Как оказалось, многих детей давно интересовало, для чего по обе стороны перрона нанесены желтые полосы. В ходе экскурсии выяснили, что эти линии – залог их безопасности. Закрепили информацию в соревнованиях на знании правил поведения на железнодорожных объектах. Самые смышленые и быстрые получили призы и подарки от РЖД. Сотрудники транспортной полиции подарили азбуку полицейского и памятки по безопасности. Невыгодно, опасно и бесперспективно. Принципиальная позиция городского руководства – не начинать строительство без разрешительных документов. Сегодня самобольных строений появляется все меньше. Но борьба с теми, кто уже успел испортить облик курорта, продолжается в судебном производстве о сносе более 120 объектов. Новый список этот постоянно пополняется. А в течение этого года два десятка строений уже снесено за счет города. Четыре в процессе сноу со силами самих застройщиков. Всего от Псоу до Магри более 200 объектов самобольного строительства. В большинстве случаев их судьба уже предрешена. Высотки ломают фактически вручную. За отбойным молотком сразу следуют удары кувалда. И так самоболки превращают в руины. Суд постановил снести постройку в октябре 2015-го. Работы по демонтажу начались здесь 1 августа. Сегодня строители уже обрушили остатки кровли. Но главное в этом деле не скорость, а техника безопасности. Причем не только строителей, но и жителей окрестных домов. Демонтировать кровлю неудобно. Скажем так, здесь кругом люди находятся. Когда срываем кровлю, все летит, ветер, высотность большая. Все летит к соседям. То есть соседи жалуются. Мы стараемся обходить эти все острые углы. Собираем все. Окна, двери, металлические и стеклянные конструкции уже демонтированы. В обход несущих стен сейчас ломают перегородки. И так продолжится до третьего этажа. Только тогда на стройку зайдет тяжелая техника. Когда в дело запустят гидромолот, будет очень шумно. Соседи редко относятся с пониманием к такой бурной деятельности. Чтобы избежать волнений, на участке трудятся с 9 до 20 часов. А днем устраивают перерыв на несколько часов, чтобы дети и пенсионеры могли отдохнуть от грохота. Получается так, что когда дом строится, они не жалуются, не обращают на это внимание. Только мы начинаем снос незаконных построек, начинается сразу многочисленное возмущение, жалобы и так далее. Мы от лица администрации, от лица строителей, конечно, извиняемся за причиненные неудобства. Стараемся минимизировать все шумовые и погрязи потери. Колоссальные потери несет и сам застройщик. Все расходы по сносу в судебном порядке он также берет на себя. Десятки миллионов превращаются в гигантские груды отходов. Несоблюдение этажности, выход за границу участка, отсутствие пожарных норм, ливневок. Нарушений, как правило, целый букет. По инициативе администрации курорта в начале лета уже демонтировали подобный многоэтажный объект в Меретинской низменности. Под снос пошла шестиэтажка. Сама Волка находилась в так называемой Олимпийской зоне. А там, согласно указу президента, действуют особые правила землепользования и застройки. От действий застройщиков в аналогичных случаях всегда страдают люди, приобретающие недостроенные квартиры в злополучных домах. Власть рекомендует покупателям при выявлении нарушений строительства, будь то сроки или технические условия, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Это станет основанием для возбуждения уголовных дел по статьям мошенничества и самоуправства. А застройщик, сознательно идущий на преступление, не избежит наказания. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В субботу в Доме культуры Центрального района отметили 90-летие Всероссийского общества глухих. Оно было создано в 1926 году для поддержки людей с проблемой слуха. Юбилей Всероссийской общественной организации отметили с приглашением артистов Московского театра «Мимики и жестов». Такие концертные номера люди с отсутствием слуха понимают и встречаться стараются чаще. У нас самая первая проблема – это, конечно, общение. У нас глухие не слышат музыку, не слышат информацию. И мы стараемся их объединять и преподнести, и рассказать, показать, перевести жестами русского языка песни. Пригласили на праздник не только сочинцев, а в нашем городе около 300 человек с проблемой слуха, но и жителей других районов Краснодарского края. Кроме того, поздравить с 90-летием Всероссийского общества глухих прибыли иностранные делегации из Японии, Монголии, Узбекистана и Беларуси. Им глава города вручил памятные книги о Сочи. В свою очередь, гости тоже сделали подарки. Мне даже кажется, что эти люди, они даже более активные, чем те люди, у которых нет ограничений по здоровью. И это очень важно. По большому счету, эти люди являются примером жизнелюбия, примером активности. О душевных качествах и стремлении жить, несмотря на недуг, говорил и вице-президент Всероссийского общества глухих. Пример тому – сочинка Евгения Рожковская, ставшая в крае в прошлом году победительницей конкурса красоты. Наша самая главная задача – это показать наши достижения, наши возможности неограниченных людей. Местные власти отметили, что для реализации творческих и спортивных возможностей глухих в Сочи есть все возможности. И пообещали в дальнейшем оказывать им поддержку. Кстати, сочинские спортивные активисты с ограниченным здоровьем чаще всего в крае занимают лидирующие места. Елена Всецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи выращивают самый северный и вкусный чай в мире. При этом у подтверждения результаты многочисленных международных конкурсов накануне Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу получила гран-при «Лучший продукт» 2016 года. Секреты производства узнала Татьяна Говоркова. Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу выпускает более 120 видов чая. В основе каждого купажа только натуральные добавки – сублимированные сушеные ягоды и фрукты, натуральные травы. Органическое производство подтверждено соответствующим сертификатом качества. А вот этот классический черный чай был удостоен гран-при на международном дегустационном конкурсе «Продукт года». За этот приз боролись больше полутора тысяч компаний из 56 зарубежных стран, но диплом достался Мацестинской фабрике. Конечно, для нас это громадная победа. И мы хотим поблагодарить главу города, который направил нас на этот конкурс. И мы не побоялись, выступили и завоевали гран-при. На конкурсах славится не только сочинский чай, но и упаковка, в которой выпускается продукция. Так, например, по результатам конкурса «Чай-кофе», проходившего со 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, золотую награду получила вот эта коллекция. Она была признана лучшей сразу в нескольких номинациях – упаковка, вкус и качество продукции. В нашем предприятии есть отдел технического контроля, который ведет постоянный контроль на всех стадиях производства, их более 8. Продукция Мацестинской фабрики «Константина Туршу» проходит и добровольный контроль сертификации. Тщательная проверка сырья ведется с момента сбора листа до фасовки готовой продукции. В лаборатории фабрики органолептики не только следят за качеством, но и корректируют составление купажей. Дегустация – это неотъемлемая процедура во время проверки готовой продукции. Она проводится на всех стадиях производства каждого вида чая. Только так можно оценить вкусовые качества, аромат и соответствие купажной смеси и талону, к которому привык потребитель. Только после такого сравнительного анализа готовая продукция утверждается и попадает на рынок и стол покупателя. Кстати, чайная палитра, которая уже была опробирована и оценена по достоинству международными экспертами, через пару недель отправится на европейскую сельскохозяйственную выставку в Париж. Свою продукцию Мацестинская чайная фабрика представит и на международном инвестиционном форуме в Сочи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 21 сентября Сочи примет международную регату больших парусников. Корабли пришвартуются в гавани Северного мола и будут открыты для всех желающих. 21 сентября с 13 до 18 часов, а 22 и 23 сентября с 10 до 18 часов. С собой нужно иметь паспорт. Также на Северном молу будет обустроена морская деревня. Разместятся аллея морской славы, выставка «Морские символы», киноклуб Русского географического общества, а также запланировано ежедневное выступление творческих коллективов. Для ускорения процедуры досмотра при входе в морскую деревню не стоит брать с собой крупногабаритные сумки. Кроме того, в субботу с 11 до 13 часов от площади Южного мола до Северного мола пройдет парад участников. На это время будет ограничено движение транспорта по улице Несебрской от заправки «Лукойл» до Сбербанка. 25 сентября корабли выстроятся в параде парусов и отправятся в Варну.